Друзья, привет! Если вы сейчас опять меня видите, значит вы снова посетили канал Алкопроба. Поздравляю всех своих зрителей и подписчиков с наступившим Новым Годом! Ну а я, как и обещал, хочу сегодня попробовать продегустировать коньяк Камю Элеганс серии ВС. Как видите, за время новогоднего застолья я уже изрядно его продегустировал. Вот видите, составил свое мнение. И сейчас хочу поделиться им с вами. Ну и чтобы немножко усложнить свою задачу, я решил разбавить дегустацию конкуренцией и сравнением еще с одним французским коньяком категории тоже ВС. Но уже на этот раз из большой четверки коньячной Курвуазье ВС. Давайте сразу разольем напитки и начнем, пожалуй, с Курвуазье, чтобы он немножко подышал, пока я буду болтать. Сегодня пьем из бокалов для граппы. Вот, наливаю небольшую дегустационную дозу. О, пошел уже запах. Чтобы не перепутать, поставлю сюда. Ну и основной участник Камю. Вчера пробовал я его из всех имеющихся у меня типов бокалов. Начал с классического малого коньячного снифтера. Ну и скажу, что немножко мне он не понравился. Все-таки для такого молодого коньяка он не совсем подходит. Аромат в нем мощно собирается и проступает спиртуозность. Поэтому попробовал я также из стакана, который прилагался и шел в наборе с коньяком, вот этим Камю. И как ни странно, коньяк вот в этом стакане мне понравился. Запахи передает неплохо. Здесь нет излишней спиртуозности, агрессивности. В целом аромат сохраняется, его направленность. Единственное, что меня не устроило, это то, что доза, которая в него помещается, уж очень большая. Ну, по крайней мере для меня. Все-таки здесь лучше для коктейлей, для бурбонов сальдом. Ну, тем не менее, неплохо-неплохо. И все, закончил я дегустировать вот в этих рюмках из-под граппы. Сюда входит всего 85 грамм напитка, если доливать до верху. Ну, а так как вот я сейчас наливаю, это где-то приблизительно 25 грамм. Вполне хватит, чтобы оценить напиток, составить о нем свое мнение. Налью себе сразу водички, чтобы можно было запить вкус одного напитка, переходя к другому. И, пожалуй, можем пристукать. Итак, начну, собственно, с виновника торжества. Очень приятный аромат. Он фруктовый. Фрукты, причем, свежие. Не как у армянских коньяков засахаренные белые фрукты. Какая-то курага, чернослив. Здесь все свежее. Виноград, абрикосы, персик. Все свежее, сочное такое, переливающееся. И еще аромат цветов. Того, что не заметишь у армянских коньяков, здесь присутствует сполна. Француза, даже категории ВС, не перепутаешь. Цветы и свежие, спелые, сочные, белые фрукты. Но, сейчас вот вспоминаю, весь вечер я сидел с этим напитком. Здесь не проявилось ни древесности. Практически совсем ее не ощущается. И напиток не развивался. Он молодой. Всего три года. Камео Элеганс. И это ощущается. В бокале вот с Нифтера еще чувствовалась в молодости некоторая резкость спиртов. Из дегустационного бокальчика этого не ощущается. Поэтому для ВС-ки вот этой предпочтительно такая вот рюмочка. Длинная, высокая. Она прекрасно с одной стороны концентрирует запахи, а с другой стороны убирает излишнюю спиртовую резкость. В общем, очень приятный и прекрасный аромат молодого французского коньяка. Приятно порадовал, доставил удовольствие. Ну, чем же отличается Круазье, представитель большой коньячной четверки, именитый коньяк. Вы знаете, аромат у Камю мощнее. Как-то после него сейчас я даже не могу отличить какие-то нюансы, присущие Круазье. В нем тоже слышна фруктовость, цветочность. В принципе, все то же самое, только гораздо более сдержанно и сглажено. У Камю как-то более взрывной какой-то, более дерзкий характер. Такой какой-то, как французский драчливый петушок, который изображен на их флагах. Может быть, еще не раскрылся до конца. Но здесь также нету совершенно древесности. Фрукты тоже свежие. В общем-то, они похожи, но Камю как-то мне немножко больше нравится. Хотя и более, немножко более резок. Ну, что называется, дело вкуса. Так, глотну водички. И перейдем к опробованию. За вас, мои зрители, мои подписчики. Всего вам доброго в новом году. Давайте пробовать. Камю мягок и жгуч одновременно. Сладость. После этого дерзкая фруктовость. И некая такая цветочная горчинка. Которая переходит в длительный такой финиш. Приятно согревающий. Долгий такой. Молодой коньяк. Немножечко дерзкий. Колючий. Но вкусный. Настоящий молодой француз. Еще один маленький глоточек. Он не сложен. Жгуч. Молод, но приятен. Такой, каким и должен быть французский коньячок категории ВС. Фруктовый, цветочный. Одновременно жгучий. И в то же время легкий, цепляющий, забористый. Оставляющий прекрасное впечатление. Давайте попробуем круазье. Ну, еще раз за вас, друзья и подписчики. Кстати говоря, забыл сказать, что вот этот образец мне предоставил блогер с канала Каньяк и Виски. Большое ему спасибо за это. А кто хочет посмотреть видео распаковки посылки, которое пришло от него у меня, тот может пройти по ссылке в описании. Коньяк и Виски. Привет. Спасибо большое. Пробуем круазье. Сначала тоже сладок, но более резкий такой. Он как-то поагрессивнее воздействует на рецепторы. Скажу вам, что Камью, мне кажется, более в выигрышном положении. Ну-ка, еще один маленький глоточек. В принципе, впечатления от напитков схожие. Камью, тоже сначала сладость, потом фруктовость, цветочная какая-то горчинка, послевкусие, маслянистая, чуть вяжущая, суховатая, долгая. Не хочется ни закусывать, ни заедать. То есть, здесь все в этом плане хорошо. Но Камью все-таки как-то полегче мне показался, поизящнее. Честно говоря, не ожидал. То есть, они вдвоем вполне себе сопоставимы. Отличаются на уровне каких-то малоуловимых нюансов. Что называется, на любителя. Может быть, кому-то понравится больше, более, скажем так, нежный вкус Камью. Может быть, кому-то более взрывной Круазье. Они похожи. Они оба явные такие французы. Совершенно несопоставимые с отечественными бренди. Их, в целом-то, с отечественными вариантами и сравнивать не стоит. Это совершенно другая тема. Ну, то есть, другой класс напитков, стоящие, скажем, своих денег, в пределах тысячи с небольшим рублей за 0,5 литра, оставляет приятное впечатление. Ну и итоговая оценка. Напомню, что пятерка для меня это идеал. Ну, идеалом я их, конечно, не назову. Не те книги, чтобы так называться. А вот четверочка, это то, что хочется постоянно держать в своем баре. Ну и постоянно дальше покупать и копить денежки, если хочется приобрести эти книги. Так вот, для них копить деньги я не буду. А при наличии определенной необходимой суммы в бар обязательно куплю. Итак, твердые 3,8 балла. Хорошие, базовые, французские, приятные камьячки. Смело покупаем дежурные напитки на вашем столе. Подойдут однозначно для застолья. Да и так просто, когда хочется употребить чего-нибудь, не особо задумываясь, они вполне подойдут для этого. В общем, рекомендую. Почти четверка доставили мне удовольствие. Если вам понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием отвечу. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова